всем огромный привет я очень рада что вы заглянули ко мне на канал и начинаю свое новое видео не с утра как обычно это бывает а уже дело ближе к обеду мы с утра савой ходили в поликлинику я в прошлом видео говорила что снова у него поднялась ненадолго температура вызывали врача и она конечно назначила сдать анализы сдавали кровь мочу так что ходили с ним в поликлинику ну и здесь уже пришли и мне нужно было сварить суп потому что на обед ничего не было и бульон у меня с утра сварен был бульон из двух куриных грудок но филе я срезаю убираю на ужин потом что-нибудь приготовлю здесь небольшая кастрюлька бульоном и я отправила уже туда картошку и поставила сковородку буду делать зажарку кончилась у меня моя заготовленная зажарка в морозилке все таки как это удобно вот смотрю вроде бы ну вот многие мне тоже говорят что так зачем так заморачиваться но это же там тут пять минут там пять минут действительно в общем в итоге тут пять минут там 10 минут получается уже 15 и потом вот эти по 15 минут в каждом деле складываются в часы и дни нашей жизни а так можно конечно очень хорошо облегчать себе введение бытом но мне заготовки всегда нравится все-таки это очень упрощает процесс приготовления пищи хорошо что у меня например морковка была уже замороженная в холодильнике так что почистила только лук и порезала здесь уже курицу тоже почистила от косточки отделила и решила что от одной грудки мне мясо хватит вторую грудку не стала отделять убрала в холодильник потом использую куда-нибудь в другое блюдо отварную курицу ну и все у меня уже картошка здесь поварилась немножко практически готова отправлю зажарку в кастрюлю и выдавлю чесночок но суп я вам не сказала суп у меня сегодня будет с шавелем такие у меня замороженные пакетики в морозилке летом я молодец постаралась поработала есть у меня еще заморозки крапива тоже очень любим такой суп вот несколько пакетиков у меня общем было ну так вот для разнообразия и щавель и крапива очень вкусно мне нравится такой суп и обычно в такие супы добавляют яйцо можно разбить яйцо прямо в кастрюлю будет такая как паутинка яичная но мне больше нравится отдельно сварить вот у меня здесь в кастрюле уже отварные яйца и крупно потом порезав добавлять прямо в тарелку с супом и такой суп мы обычно едим со сметаной всем кто кушает сейчас тоже приятного аппетита ну а сава у меня в последнее время очень полюбила всевозможные массы для лепки но мы либо play do используем либо вот аналогичные есть более бюджетные массы тоже очень неплохие и с мальчишками раньше и просто лепили и вставляли какие-то фасольки зернышки туда ну и самой тоже здесь достали контейнер со всякими приспособлениями для лепки там можно от фигурки делать объемные от круглые штучки лежат там и фрукты и ягоды можно сделать очень удобно и вот мы налепили с собой банан ананас и он решил теперь порезать их и делаем вот такое якобы фруктовое мороженое нужно формочку закрыть туда ставить палочку для мороженого и получится такая вкусняшка сами так нравится он потом говорит тут ням 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 такой вот забавный закупку продуктов мы делаем регулярно и вот например накануне когда макара забирали из бассейна вечером то заходили в магазины возле дома потому что быстро портящиеся продукты покупаем примерно где-то раз в два-три дня вот так получается в пятерочке наверное у всех уже оформлена выручай карта я нашла способ как сделать с ней покупки в 10 раз выгоднее оформила подписку пакет которая при покупке дает кэшбэк 5 процентов самый главный помощник у меня конечно по разбору покупок это сава разбирает все продукты и со словами подает мне говорит это мне и это тоже мне и все это мне вот так что все у нас ему получается но у меня такие покупки сегодня прямо ежедневные самое необходимое либо то что по акции было в магазине купила грудки две штуки на суп и и на ужин икра кабачковая была по акции ну яйца мука закончилась вот такие вот колбаски черкизова не раз вам уже показывала очень вкусные соли дегейскую постоянно слышите от меня про нее взяла дрожжи на выпечку и хлеб бородинский захотелось и печенье мальчишкам потому что печь в ближайшие дни не планируем ну наше молоко наверное уже много раз видели творог сметана такой вот тотемску взяла в этот раз 20 процентов ну и дети любят очень у хлопья круг кукурузную такие вот покупаем любят его так что вот такая у меня получилась закупка и покажу вам чек смотрите сами закупка у меня вышла на сумму одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть рублей и с этой покупки мне возвращается на карту 735 баллов то есть 73 рубля кэшбэк возвращается баллами на карту магазина то есть на обычно вот эту выручай карту мы пятерочки которая уже у многих оформлена а если бы я это все купила без подписки пакета кэшбэка вернулась бы в 10 раз меньше вообще с подпиской пакет в пятерочке и перекрестке есть кэшбэк на категории на выпечку 20 процентов а вот кофе и чай можно брать аж с 50 процентным кэшбэком со всеми бонусами также можете ознакомиться на сайте и посчитайте сами сколько сможете сэкономить в калькуляторе выгоды кроме кэшбэка в пакете много скидок и бонусов от яндекс путешествий инвитро литрес и других партнеров оформляйте подписку пакет всего за 1 рубль по моему промо коду ссылку оставлю в описании и в первом закрепленном комментарии начинайте экономить уже сейчас а сегодня хочу разобраться со своей гардеробной ну не совсем гардеробная а именно с частью своей одеждой то что у меня здесь хранится эти коробки у меня стояли там наверху в них была зимняя одежда такая теплая и свитера и все и я здесь на днях разбирала захотелось полку нас тут были всякие какие-то остатки пеленок детские там одноразовые многоразовые в общем слюнявчики все это убрала по что мы этим уже не пользуемся освободилась у меня полка и от теплые вещи тут уже сложила из меня платье костюма юбка а здесь все свитерочки вот и начала уже сюда убирать кое-что из летнего такое что прям точно я не буду пользоваться вот холодный в осенне-зимний период а это вторая коробка тоже там зимние но это я еще не разобрала так что сейчас как раз все посмотрю вот ну и в принципе надо посмотреть от чего тут можно избавиться ну потому что тоже есть уже что расхламить но честно отмывать сегодня прям большого желания нет хочу просто перебрать посмотреть что не нужно а потом уже заняться именно наведением чистоты и начинаю сверху в принципе ничего критичного там нет плед убрала на место и уберу уже одну коробку с летней одеждой туда и у меня здесь рядышком еще хранятся вещи которые ну вот после сушки я смотрю например вещи макара который мы отдаем племяннику они раньше были в коробке вот из-под памперсов но я ее приспособила для всяких купальных принадлежностей для сауны там тапочки наши лежат так что надо еще какую-то наверное коробку для этого завести в общем пока отнесла и в пакет убрала чтобы сразу же отдать еще у меня здесь над платьями полотенца лежали прям стопочка ну вы видели разобрала кое-что убрала потому что это такие полотенца которыми мы не пользуемся но по прямому назначению мы не вытираемся ими они вот лежат так время от времени куда-то пригождаются в хозяйстве ну там во время уборки еще куда-то подстелить но конечно то количество которое было это лишка вот здесь оставила четыре таких полотенцем я считаю этого более чем достаточно и наверху у меня там стояли коробки пустые из-под бумаги обычной офисной такой а4 я хотела их как-то все задекорировать чтобы в них что-то хранить но честно руки вот пока никак не дойдут не знаю вот хочется все разобрать и уже как-то заняться не только знаете чтобы не мешало все но еще и чтобы красиво все смотрелось и коробка из-под памперсов тоже где купальники смотрелась я тут корейских блогеров советуют хотя бы просто вывернуть ее наизнанку она там такая темно-коричневая крафтовая вот нужно попробовать сегодня это не буду делать но вот все разберу уже будет проще как бы потом уже наводить красоту и здесь перешла уже к выдвижным и ящикам меня там внизу два костюма моих теплых не знаю оставила конечно их пока такие они подзатасканные особенно светлые я всю зиму прошлую в нем ходила но все равно оставила там катышки после сезона почистила машинкой вроде так ничего но не знаю посмотрим пока в общем не стала избавляться от темный я уже рассказывала муж у меня тут все пытался эту толстовку от темного костюма себе забрать но все-таки я ее себе отжала потому что у него и так достаточно мне она очень нравится и у него были еще штаны как раз и такого же цвета я вам говорила что в сушилке все садится ну вот такое что сто процентов хэбэшны и штаны стали ему коротки под сели он тут хотел тоже от них избавиться я посмотрела что они так хорошо подходят к этой толстовки померила но мне так хорошо свободненько оверсайз в общем получился целый костюм гору так все я у тебя тогда и толстовку и штаны забираю вот а тут еще у меня повыше ящик это домашняя одежда и если честно я тут сложила так платье уже поменяла летние убрала тоненькие не могу зимой и когда так прохладно но вроде дома не очень холодно но все равно хочется более плотные вещи носить вот и тонкие такие скулирки прямо убрала тоже в коробку и уберу туда наверх на хранение а достала более плотный из футера три платья у меня получилось плюс штаны там одни и спортивки одни такие трикотажные лосины и много футболок и пара таких толстовочек но футболки если честно я тут сложила потом к ним вернусь и еще несколько штук уберу потому что так хочется знаете прям хорошенько ну не просто перебрать что-то разобрать а по-настоящему подумать и убрать то что не ношу и когда вот разбирала сейчас дойду уже до такой одежды ну которую просто нашу да не дома вот что у меня тут на вешалках висит потом особенно платья и знаете поймала себя на такой мысли у меня здесь есть вещи которые не знаю которые лет 5-7 даже некоторые 10 лет которые есть моем гардеробе и я вот смотрю на них я не надевала их допустим там не надевала последний год иногда даже два года но вещь в целом хорошая она и качественная и не заношенная и фасон в принципе нормальный я не покупаю таких ультрамодных вещей которые быстро выходят из моды все-таки в моем гардеробе преобладает больше классика то есть такие вещи но они всегда актуальны но я так посмотрела на некоторые вещи и думаю ой как хорошо в общем я поняла что я какими-то воспоминаниями оценивать то есть не то как вещь сидит на мне сейчас насколько я ее ношу а основывалась именно на ощущениях я вспоминала что мне эта вещь и нравилась тогда 7 лет назад она нравилась мне как сидит на мне я сама себе в этой вещи нравилась вот но сейчас вот для меня было хорошим таким критерием в общем я тут периодически уходила и меряла те вещи в которых сомневалась вот когда я уже их примеряла то мне например становилось все четко и понятно все и и вещь уже не то и я уже тоже совсем другая и не надо цепляться за какие-то вот эти приятные воспоминания воспоминания не в любом случае останутся в нашей голове а хранить вещи из-за этого ну смысла нет в общем я очень рада так у меня получилось достаточно категорично и разбираю здесь две полочки там была сумка унесла просто на место коврик тоже к спортивному положила внизу вот у меня стоит коробка и там еще две металлических коробочки в общем там всякая детская дребедень если честно разбирать сейчас не стала унесу на мансарду но не повторяйте моих ошибок я вот так вот грешу в общем у меня уже там скопилось несколько таких коробок которые нужно разобрать и тоже руки все до них не дойдут нужно наверное все делать сразу лучше вообще не копить здесь уже делюсь с вами итоговым результатом целом я осталась очень довольна разобрала тут кое-что и домашнюю одежду избавилась что давно мне хотелось перебрать футболки а то тоже некоторые лежат знаете уже просто мертвым грузом как говорится и надеть нечего и положить некуда вот ну и такую одежду повседневную тоже хорошо разобрала оставила то что вот ношу именно и не стала сейчас разбирать нижнее белье носки колготки потому что ну просто на камеру это делать не хочу и потом выделю себе время там не так много дела в принципе я стараюсь регулярно избавляться от таких вот изношенных вещей но все равно конечно пересмотреть стоит и потом просто аккуратненько еще все это сложу вот такой вот у меня получился результат а здесь показывают то от чего избавилась вот такая вот стопочка вещей это именно домашние вещи здесь и мачки платится и футболочки в принципе все такое уже достаточно старенькая есть там одно платье только темно-зеленое его я недавно заказывала но вот что-то я посмотрела на себя со стороны в нем и мне не очень понравилось а здесь показываю одежду которую ты расхламила такую здесь три платья две пары брюк и два жакета а я сегодня почему-то решила не делиться с вами ужином сначала думаю все тут так просто понятно ничего нового но мне кажется так вкусно все аппетитно получилось и вот вам просто как идея для ужина здесь спагетти обычные обжарила лук добавила бекон помните да что у меня в морозилке всегда дежурная пачечка бекона лежит вывалила спагетти залила сливками чеснок перед этим добавила в общем все как обычно и немножечко сыром потом уже в тарелку добавлю сыром так и здесь у меня салат свеклу не отваривала а запекла в микроволновке немножко налила воды в тарелочку закрыла крышкой но у меня такие тарелки с крышкой в общем стеклянные и поставила на 15 минут сначала но она не доготовилась потом поставила еще на 5 в общем 20 минут свекла постояла пока у меня здесь все вот это готовилось свекла была уже готова все потом под холодной водой и почистила порезала и тут у меня сыр вот это для греческого салата немножко маслицем сбрызнула семечки такие очень вкусные весна по моему их заказывала на вайлдберрис и в суп пюре добавляю и вот в салаты ну и чеснок так что вот такой вот ужином вроде все быстро просто но пахнет так очень вкусно или уж я голодная просто в предыдущем видео я с вами поделилась что хочу порадовать деток из детского дома небольшими обновками и ко мне приехал как раз заказ из интернет-магазина осьминожка у них собственное производство изделия отшивают на фабрике в подмосковье ассортименте представлена одежда для деток от 0 и очень адекватные цены давайте покажу поближе что же я выбрала для девочек я заказала платье и такие кофточки с длинным рукавом сшиты они из одинаковой ткани отличаются только расцветками и наличие аппликации это футыр внутри петелька очень приятные плотники достаточно трикотаж сшито все аккуратно наклейки на кофточках качественно сделаны целом качество изделия меня очень порадовало еще на девочку я выбрала такого типа туники джемпер это называется в общем удлиненная такая кофточка можно и с лосинами носите с брючками это тоже ткань футыр плотный трикотаж качество трикотажа мне очень понравилось на рукавах манжеты это кашкарсе тоже очень приятный материал все аккуратно отстрочено качество претензий вообще нет для мальчиков выбрала такие простые футболочки с длинным рукавом это трикотаж тоненький достаточно но все здесь хорошо и качественно сделано очень похожие расцветки но так вот немножечко отличаются яркие красивые аппликации в целом футболочки очень симпатичные и еще заказала две водолазочки разного размера ткани тянется плотный тоже трикотаж в сером и в розовом цвете на рукавах есть манжеты очень удобно вообще считаю что водолазка это очень удобная одежда особенно в осенне-зимний период даже под верхнюю одежду одеть чтобы горлышко просто не продувало и еще в подарок посылку мне положили халатик и два полотенчика халатик махровый с капюшончиком есть карманы на поясе в общем все по взрослому прямо хорошенький такой полноценный халат полотенца эти для малышей но они разного размера они с капюшоном очень удобные такие полотенца мне нравится тоже с когда детки были маленькие удобно так на головушку набрасывать этот капюшончик у этого капюшона подкладках и бешеная ну вот сиреневая побольше полотенца метр на метр а вот эта зелененькая немножко поменьше размером но здесь в зависимости от возраста деток конечно можно использовать по-разному и напоминаю что эти вещи заказаны в интернет-магазине осьминожка ссылку я оставлю в описании под видео также их ассортимент представлен на wildberries и озон а еще подробнее можно ознакомиться в их группе вконтакте а вообще у них есть розничный магазин в московской области город котельники всю информацию я оставлю в инфобоксе кого заинтересовало обязательно заглядывайте а еще хотела вам показать недавно заказывала книжки на бук 24 это книжный магазин интернет-магазин там была очень хорошая акция я кстати делилась что началась акция скидывала в телеграм-канале интересно кто не что-нибудь заказал или нет рассказывайте кто что нашел по выгодным ценам не общем такой вот достаточно приличный заказе получился на 1300 с копейками вышел давайте покажу что заказала так вот такие вот две книжки мопси и морковка если честно не знаю анна лот автор одна из них новогодняя а вот это вот просто тут ошибка угрюма из на общем для макарки заказала будем читать это уже можно наверное осенью читать надеюсь понравится отзывы были очень хорошие такие ну текста так прилично и иллюстрации небольшие а это уже как раз наверное ближе к новому году начнем читать что тут новогодняя в общем какая-то история еще мне видимо уже хочется какое-то волшебство и праздников вот заказала вот такой вот новогодний подарок с наклейками альбом 250 наклеек он разгибается вот этот основной лифт просто он сложен в четыре раза и вот такие вот разные разные наклеечки ну вот даже маленькие такие квадратненькие есть в принципе они просто так клеить но это наверное больше я достала заказала и какие-то открыточки делать новогодние уже чтоб потом бабушек с дедушками поздравлять и здесь наклей и играет уже новогодние истории с наклейками в общем около 100 рублей вот эти вот книжечки стоили а здесь то есть есть фон такие вот картинки и уже очень похожие наклейки но по оформлению очень похоже и их уже можно вписывать собственно в какой-то сюжет сюда и рассказывать свои какие-то сказки в общем такая вот интересная книжечка так еще заказала три вот таких ну как журнал наверно можно сказать они не очень толстые это иллюстрации тони вульфа им это вульфа очень известные иллюстрации классные у них картинки все время у нас есть пара книжек я вам показывала кстати по моему 100 окошек называется одна совушки дарили и еще от макара осталась такая большая книжка она так называется большая книга с окошками что-то такое сави тоже она очень нравится и макар был от нее в свое время в полном восторге там вообще мне кажется можно бесконечно долго ее смотреть открывать постоянно окошки что-то новое находить очень классный а здесь такие вот тоже они были совсем недорогие порядка 150 рублей в общем разные журнальчики на море на ферме и в лесу давайте хотя бы один посмотрим что тут такое есть в общем тут еще и текст также путная наступила зима лес спит сможешь но в общем тут тоже такой как бы интерактив для детей нужно что-то найти небольшой текст тут подписано и много разных вот таких картинок вот тут еще и наклейки надо там написано животные лесом наклейки кстати очень такие красивые вроде и мультяшные но в то же время понятные ребенку простые иногда бывает так животных изобразят что не поймешь кто там мишка или хомяк какой-то вот вот красивые картинки очень ну вот тоже много разных разных деталей вот такая вот серия так и еще заказала такую книжку тоже иллюстрации тони вульфа страна игрушек вот про нашу книжку с окошками она примерно такого же формата эту я взяла на подарок там новогодний сюжет очень интересный подарю в общем девочки трех лет декабре будет день рождения ну вот 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 это вот прям кайф и прям удовольствие можно на одной странице сидеть и разглядывать много 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 всего вот сначала фабрику гномов смотри как много дел у гномов каждый занят своим делом у всех свои какие-то причиндалы здорово так ну вот такая вот книжка сюжет новогодний еще раз говорю мне кажется отлично подойдет на день рождения вот таком возрасте как раз тут перед новогодними праздниками если будет класс тут вообще пироженки всякие сладости вот такая вот большая книжка стоила она четыреста с чем-то рублей мне кажется тут такой книги это очень хорошая цена так ну а тут я уже положила это просто фикс прайси со уши купила по моему это новинка вот мне приглянулись такие вот журнальчики на ней тоненькие достаточно с наклейками честно просто уже третью неделю болеет сава сидит дома и уже не знаешь чем его развлекать завлекать именно все уже готов наклейки конечно ему нравится вот и там есть разные серии вот смотрите там где-то я видела на какой-то а вот внутри есть вот половинки мне как раз понравились именно половинки я сейчас открою ну вот то есть какая-то картинка и нужно вот половинку этой картинки доклеить они побольше чем остальные и как-то по сюжету интереснее мне кажется есть еще кружочки то есть вот просто на кружочки наклеивать и по тому же принципу есть капельки и дольки в общем мне вот это показалось для нашего возраста таким самым подходящим вариантом и тут картинки интересные и их не очень много и наклейки сами не сильно мелкие самый раз по моему 99 рублей такой журнальчик я взяла три штуки ну потому что там действительно не очень много вот такие вот у меня книжные покупки журналы эти с наклейками из фикс прайса понравились и мне и совушки такие понятны очень рисунки знаете даже вот казалось бы транспорт но все понятно там еще текст есть кто-то едет на дачу кто-то на работу кто-то в магазин и все понятно что там бабушка с собакой едут на дачу дяденька в костюме строгом на работу ну а тетенька судя по всему в магазин и понравились сами вот эти наклеечки тоже они хорошо отклеиваются и сама бумага листы из которых сделаны она как-то такая гладкая что ли в общем если не аккуратно приклеили с первого раза то это не намертво можно аккуратненько снять наклейку и постараться потом приложить в нужное место чтобы приклеить ровненько в общем совушке понравилось такое развлечение но вообще он наклейки очень любит у нас ну и заканчивать свое видео буду углашкой может быть кто-то вдохновиться и тоже под мое видео перегладить большую гору белья кладила вчера вечером и накануне когда снимала основное свое видео это мальчишки здесь все дома папа у нас тут уехала на хоккей в этот день я не было его вечером дома и старшие мальчишки взяли ноутбук у макара скоро день рождения и он конечно ну как и любой ребенок задается вопросом что вы мне подарите давайте выбирать в общем они тут с яриком и сидели сначала в детском мире весь ассортимент присмотрели потом уже на озон перешли что там по накидали в корзину обсуждали это бурно ну а сава тут занимается своими делами что-то его там заинтересует он посмотрит когда надоест то придет ко мне а там я река да ты молодец нет там не макара там я река белье я река так мало вы да он иди я я реку отнеси учебник он там оставил на комоде у нас а я реку в комнату надо отнести аккуратно и приходи обратно и пока глажу хотела ответить на вопрос вера спрашивает насчет уроков и игр детей на планшете на телефоне но и вообще про желание учиться ну сейчас наверное начало учебного года и все снова озабоченные темой учебы честно скажу вообще я реку нас все время делал уроки самостоятельно ну там первый класс я не считаю так начальная школа я абсолютно не касалась этого ну конечно в разумных пределах то есть если он там что-то не понимал то приходил спрашивал конечно я ему старалась всегда помочь и потом он перешел в пятый класс и в прошлом году тоже меня спрашивали задавали мне этот вопрос я говорила что да он делает уроки самостоятельно но у него был общеобразовательный класс в начальной школе а в среднюю школу он перешел в лицейский класс там детки посильнее там нагрузка побольше у него класс с математическим уклоном и в целом вот такие точные науки у него идут хорошо ну так более менее хорошо я вообще не гонюсь знаете за отличными оценками считаю что это не самое важное в жизни лишь бы вот в голове все было так как нужно и человек был хороший вот сейчас начался новый учебный год и знаете я тоже прямо заметила наверное как бы это все периодами и вот вера тоже говорит что у нее шестиклассник и сейчас вот прошел только сентябрь и я тоже вижу по своему шестикласснику что прям какое-то вот отношение к учебе но мягко говоря не очень мне честно не нравится я как девочка была достаточно ответственная всегда старалась делать и уроки и что-то там дополнительно сделать изучить и переживала в общем если что-то не сделай или если сделала это плохо у детей сейчас ну как-то совсем по-другому честное слово и да я сейчас не особо лезу в его домашку но в принципе он и сам как бы не в восторге когда я что-то пытаюсь там спросить у него чтобы он показал сделал но вижу что вот результаты прошедшего месяца честно скажу меня не радует результаты его учебы да тоже задумываясь что с этим делать потому что если тоже пустить на самотек ну вот так вот то получается как-то мягко говоря не особо хорошо не знаю как но ему тоже говорю вот у него именно мне тоже не нравится что именно нет желания учиться потому что пока сам не захочешь как бы родитель тут не плясал возле тебя какие-то танцы с бубнами не предлагал там разные обучения там репетиторов пока у самого желания не будет я считаю что тут многому не добиться именно без желания ребенка так что честно не знаю может быть это просто слова поддержки не отчаивайтесь у нас примерно так же причем реально я понимаю что я не из тех мам знаете кто полностью вникает вот во весь этот процесс знает все от и до какие там самостоятельный ребенок пишет какие там проблемы если возникают да я считаю что это все-таки ответственность ребенка в первую очередь но не знаю сама сейчас в раздумьях как быть что делать может быть кто уже полностью прошел этот путь подскажут в комментариях и мне будет полезно и другим моим зрителям рассказывать может это временный период временный этап и потом все образуется но конечно не хочется здесь тоже упустить насчет игры в телефоне планшете но мои дети особо не играют они больше любят смотреть всякую буду не знаю какие-то ну это даже не мультики а тоже какие-то компьютерные игры там где что как проходят честно мне тоже это не нравится макар за этим не особо замечен да он любит посмотреть но он в принципе обычные люди мультики смотрит даже иногда те которые сава смотрит с большим удовольствием а так он любит всякие там про рыбалку про охоту такие вот фильмы а ярик вот он да он прям фанатеет вот от этих всяких компьютерных штук причем вот он сам не играет а именно смотрит честно меня прям тоже потряхивает иногда родительский контроль стоит мне конечно прошлый раз написали когда я сказал что у него там 15 минут на телефоне да как это так что за что за прошлый век что вы за изверги такие родители но я считаю этого более чем достаточно потому что это именно на развлечения здесь речь не идет о том что вот у него 15 минут экранного времени и если нужно будет позвонить то он не сможет этого сделать нет это абсолютно не так но тут особо ничего не сделайте живем век высоких технологий но главное знать что они там смотрят да и чтобы во всем была мера вот но мое видео на этом подходит концу большое спасибо что досмотрели увидимся с вами совсем скоро всем до встречи и пока пока